Прещение Господне, 19 января, это мы на Аби приехали пораньше, прежде чем это все будет состояться мероприятие. Что, подходи тоже. Возьмете Святой Евангелие? Подарок. А кто-то мне забрать подарок? Что такого? Я лучше в церковь тоже так. Если у вас дома есть, конечно, для тех, кого нету. Мы все, слава Богу. Вкусишь смерть и умрешь. Ева взяла этот плод, вкусила и пошла дала Адаму. И Адам послушался не Бога, а послушался Еву человека. И вкусил. И теперь мы вместе все здесь, мужчины и женщины, на этой проклятой земле. Она земля проклятая. И теперь мы здесь все вкушаем. Теперь у нас этот грех пошел. А как избавиться от него, никто не знал. Сначала Господь заповеди давал, не делай то, не делай это. Ну, люди некоторые не делали, а потом опять делали. И вот это в таком угнетенном состоянии человечество дожило до нулевого года. Вы знаете, что у нас исчисление было сначала одно, а потом оно начиналось, допустим, с 3000, а потом в 1999 год. И вот сюда шло до нулевого. А потом пошло от рождения Христа выше. Первый год от Христа, второй год от рождения Христа, третий. И сейчас уже прошло 2021 год от рождения Христа. И Господь все еще нас учит и ждет, когда мы созреем и придем все к Нему. А для того, чтобы начать этот шаг, нужно креститься. Но для того, чтобы креститься, ты должен сделать первый шаг Господу. Это покаяние. И Господь, когда пришел, говорит, покайтесь. И вот первое, что покаяние. А это уже последний шаг к крещению. Господь Духом Святым дает человеку такую силу не грешить. И написано, рожденный от Бога не грешит. Если ты грешишь, то ты грешишь не по своему произволению, а потому что вокруг нас еще и бесы есть, которые внушают нам, или входят в нас, или вокруг нас, вот они в основном. И здесь сейчас тоже бесов будет полно. Они будут внушать, чтобы мы грешили. Тот или другой грех сделали. Батюшка приехал, да? Нет, вот там будет все это, да. Тут сейчас колокола забьют. Сейчас начнется такое, что... Вот тут целый... Тут не батюшка придет, придет митрополит. Со целой свитой. Священники будут. Не один батюшка будет так с троем стоять. Ну, человек на 25-то будет, посчитаем. Сколько будет их. И вот теперь, как нам встретить Христа? Как нам прийти к Нему? Как сделаться такими, какими Он хочет, чтобы мы были? И Он дает нам свою книгу. Вот это вот. Вот это свои. Это Его слова, которые записали апостолы. Увидев Его жизнь, рядом с Ним находясь, они все это проверили, увидели, поверили, выстрадали все это. И записали Духом Святым, потому что невозможно было все запомнить. Записали для нас, чтобы мы все это исполняя, видя, как Христос жил, могли сами подражать Ему. И вот эта святая книга, Библия она называется, вот эта маленькая часть Библии. Вообще вся Библия, Ветхий Завет и Новый. Вот Новый Завет начинается вот именно с этих книг, со слов Христа. О том, как нам родиться свыше. Как нам стать другими людьми. Чтобы рядом соседка, которая живет с тобой, посмотрела и сказала, а ты какой-то другой человек стал, что-то не могу понять. Раньше я ни в церковь не ходила, ни в субботу, ни в воскресенье. А теперь постоянно бежишь туда. Раньше посты не соблюдала, Новый год вместе все время пили шампанское, доели барашков, а теперь что-то ты не ешь. А вот для тебя и Нового года не будет, будет Рождество. Новый год надо на 14 января перенести. А он был раньше так. Новый год, он был на святках. Петр Первый его сделал в святые дни, святки называются, после Рождества. После Нового года, пью мои, пьют, видите. Да, и все пьют, пьют и едят, и все. Правда, тут еще государство дало праздники, и как бы все могут еще сказать, я праздную еще и Рождество. На самом деле-то Рождество по-настоящему празднуется. Оно же не со спиртными горячительными напитками празднуется. Оно празднуется опять же в молитве и в радости тому, что мы еще прошли один год. Хотя, в общем-то, и заскоромное Господу благодарение. Потому что 40 дней поста, они тоже напряжение дают человеку. Открывают. Наверное, им уже сообщили, что идут. Ага, спасибо. Вот мы находимся на Пионерском. Сегодня вот приехали сюда мы, после как-то там побывали на Оби. Сейчас вот раздаем Красный Евангелие. Тут, сука, машина скопилась. Подъезжают. Тут больше народу, чем там. Там вообще никого не было. Почти там единицы людей всего ходили. Вот, брат, я глянусь, подъезжаю. Сидит, ждет, молится за нас. Ну да, я говорю, сейчас народу больше, больше он. Здесь внизу, походу нельзя. Вроде прорвало. Да, да, да. Тут одна за другой. Что там, кто-то брал? А, ты сейчас этим привелся, да? Ай-яй, неудобно как, а. Ай-яй, неудобно как-то вообще. А это бесплатный нету? Да, бесплатный. Класс, пойдем. Это даже бесплатно раздают. И Евангелие в подарок раздают. Тут даже еще протестанты находятся. Там возле входа не раздают. Это же корреспондент, который там был. А, ну все, значит, мероприятия там прошли. Это вот оттуда. С Агей уже. Скажите, пожалуйста, а там мероприятия какие-то были, нет все-таки? Там крестный ход был. Был, был все-таки, да? Мы не дождались их. Уехали. Ну, что сделаешь? Тут Боша и рыбалка. Все, брат, где машина паркуется, подходи прямо поближе. Вон там белая подъехала тоже. Ну, ладно, слава Богу за все. Вот такое. Вот думаешь. Продолжение следует...